Ну а новые предприятия для сотрудничества белорусская делегация ищет сегодня на 8-й Всероссийской конференции поддержки малого и среднего бизнеса. Она в третий раз проходит в Челябинске и не случайно у Южного Урала можно поучиться поддержке предпринимателей. И опытом мы готовы поделиться с другими регионами. Например, расскажем, как открыть территорию бизнеса. Она появится во всех регионах страны. Наш корреспондент Егор Хвисюк работал на форуме. Ему слово. Восьмая Всероссийская конференция, посвященная развитию системы инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, стартовала в Малахите. Участие в ней принимают 500 человек. Это представители 85 регионов страны. В первую очередь это представители власти, которые занимаются поддержкой и развития МСП в регионах страны. Я отмечу, что в Челябинске эта конференция проходит уже третий год подряд. И, как отметил заместитель министра экономического развития страны Вадим Живулин, Челябинск именно как площадка для этой конференции выбран не случайно. Челябинская область является давно одним из пионеров, лидеров движения по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. И мы сегодня хотим обсудить, во-первых, как работает инфраструктура поддержки не только в Челябинской области, но и в целом в России, в других регионах. Действительно, последние несколько лет в Челябинской области активно развивалась инновационная система поддержки предпринимательства. Это система одного окна. В Челябинске она реализована на базе многофункционального центра территории бизнеса. Там предприниматели, начинающие, уже действующие, могут получить консультацию о том, как открыть свой бизнес, как развить его, как получить льготы и кредитование. И, в общем, пройти весь путь развития и становления своего бизнеса вместе с этим МФЦ. Челябинская область – первый регион, который организовал подобную систему. Сейчас наш опыт уже переняли 11 других регионов страны. Кроме того, на Южном Урале эта система продолжает развиваться. И помимо в Челябинске МФЦ будут открыты еще в трех городах – Златоусте, Магнитогорске и Кыштыме. И, как заметил губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский, во многом именно благодаря развитию этой системы доля малого и среднего бизнеса в общей выработке региона сейчас составляет около 40%, при том, что в 2016-2017 году составляло менее 30%. У нас в текущий момент только занятых в бизнесе, в малом и среднем бизнесе, 390 тысяч человек мы насчитываем. Это серьезная цифра, и она постоянно растет. При этом это тренд, именно малый и средний бизнес сейчас создает рабочие места. Я отмечу, что всего конференция продлится три дня. И в первый день здесь будут организованы пять дискуссионных площадок. Каждая по своей тематике, например, здесь обсудят популяризацию бизнеса и создание положительного образа бизнесмена в сознании российских граждан. Также обсудят процесс эволюции субъектов малого бизнеса в субъекты среднего бизнеса и возможное объединение этих субъектов. И другие тематики также здесь будут обсуждаться. Кроме того, в следующие два дня конференции будут организованы мастер-классы с действующими бизнесменами, которые расскажут уже начинающим предпринимателям о своем бизнесе, о том, как развить его и как сделать его успешным. Егор Хвисюк, Андрей Ярушев, Павел Головин, ОТВ.